Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас занятие по нашей традиционной теме. Исторические типы и формы государственного устройства или государства. Тема изъезженная, изученная, стандартная. Преподавали и в советские времена, и сегодня. Но я старался её каждый раз читать с каким-то прибавлением. В каком-то новом основе. И вот теперь, в связи с моими изучениями суверенитета СССР и его свёртывания в СССР, я неожиданно увидел, я там обращался к Аристотелю, я неожиданно увидел у него, что он говорит не о формах государства, а о видах государства. Я как-то удивился, думаю, столько раз я обращался к Аристотелю, столько раз я его читал и как-то не обращал на это внимания. Почему? Потому что обычно говорят о формах государства. Возьмите вы, где-то со времён Гегеля. Гегель уже говорит о формах, и после него почти все говорили о формах государства. Но форма – это морфия, то есть внешняя форма. А у Аристотеля переводчики поставили в скобках «эйдо», «эйдос», «идея». А это совсем другое дело. Идея – это внутреннее, глубокое содержание. В то же время столкнулось моё старое понимание, что существует два вида государства. Потом я попозже скажу об этом. А у Аристотеля-то я знаю всегда, знал всегда, когда его изучал. Со студентки сказали, у него три формы говорилось государства. Но у Аристотеля три вида государства. Но три вида – это тоже, значит, он впервые после Платона столкнулся с этой темой. И у него как-то он ещё следует Платону. И я думаю, что вот так вот всерьёз не разобрался. И в этой связи снова перечитал лекцию Владимира Ильича Ленина. В университете Свердлова о государстве. И заметил, что, значит, Ленин, он опирается на то понимание, в том числе, которое есть у Николая Маковелли. И был такой мыслитель политический в конце 15-го, в начале 16-го века. Был он госсекретарь во Флоренции. То есть это такой высокий чин государственный. И оставил два замечательных, три даже замечательных произведения. Но вот то, о котором я говорю, это государь или князь. Разные переводы есть. Государь, князь. И история Флоренции у него была замечательная, в которой впервые фактически рассматривается история государства как история борьбы партий. Вот до него такого не было. А Маковелли четко видит две партии. И он увидел как раз вот это различие. Значит, что монархия когда возникает? Когда, значит, аристократия не может решить свои внутренние проблемы, и она передает власть одному, диктатору фактически, у которого сосредоточивается стильная власть, и который может решить все дела. Но я-то давно понимал, что и Аристотель, значит, говорит, вот переводит обычно монархия, тогда как у Аристотеля монархия – это единовластие. Мона. Мона один. Не говорится, кто Мона. Там я в прошлых лет говорю, что это власть одного рода. Вот дело не в том, что Николай II властвует, монарх, а дело в том, что он представитель рода Романовых. Этот род правит уже триста лет. Власть принадлежит роду, поэтому и отдал он незаконно. Передал власть сначала своему брату. Он поступил и против права, и против совести. И за это Господь отвернулся от него. Господь ему вручил государство по его мировоззрению, сознанию и совести. Ты должен заботиться о своих подданных. А он наплевал на Господа. Говорит, ребята, извините, я ухожу. И отдал власть Михаилу. Михаил, видишь, что всё разваливается? Тоже говорит, мне не нужна власть, я не могу. Потому что он тоже понимает, что он незаконно действует. Да, и власть вот так вот повисла и разорилась в конце концов. И вот, значит, народ подвёл к казни. Хотя, значит, раз ты отказался от власти, значит, ты уже не царь. Поэтому царя не казнили в России. Это вот в Англии, там казнили короля Карла Первого. А в России расстреляли гражданина Романова. Да. Значит, дело в том, что в монархии правит рот. Но и демократия также. Когда она не может решить свои проблемы таким обычным демократическим путём, собраниями, т-та-та-та, выделяется кто-то один, ему передают права, и он осуществляет всю полноту власти. Но такое, такую, я называю монократией, а Аристотель говорит, единое начали. Тоже правильно. Просто я перевожу более как бы точно. Мон один, монократией. Кратос власти. Значит, ну этого человека в истории, демократического единоначальника, называют как? Диктатор, деспот, тиран. В общем, обзывают как-то. Почему? Потому что учёные, философы, которые занимались этим делом, они и сами из аристократии, и монарх из аристократии, и у них это уважительная форма. А если там какой-нибудь, значит, из демократии, ага, песистрат какой-нибудь или ещё кто-нибудь, то, значит, вот нехорошок. Поэтому, значит, можно подойти ко всему вот этому, значит, учению о формах государства с точки зрения видов государства. А начать с того, что... Что такое государство? Государство – это что такое? Мы тут уже много раз вспоминали. Форма организации общества. Да, во, хорошо. Форма организации общества. А ещё? Вот, да, машина в руках правящих... Ну, организация, она структурирована, конечно. Да, вот если взять такое общее определение, то это будет способ организации общества. Это вроде родового определения понятия. Способ организации общества. Значит, да, и вот тут уже и сказали определённость этого общества, да, в руках одного класса, да, и так далее. Но форма организации общества существует две. Одна – государственная, а вторая – общественная. Или общинная. Причём, значит, общинная, вот может прозвучить для вас неожиданно, хотя где-то я писал на эту тему уже, что Энгельс о парижской коммуне, которую, я надеюсь, вы слышали, знаете, он говорит, есть хорошее немецкое слово «гемайнвезен» – община. И коммуна парижская в переводе на русский язык – это община, и всё. Община может быть разной. Разные общины были в истории. И общество всегда организовано в общинах. Значит, в сельских, в городских. И даже Афины, древнее раблодельское государство, оно община раблодельцев. Причём, Марс об этом пишет в немецкой идеологии, по-моему. Так что, существует… Есть две формы организации общества. Значит, вот общественная – общинная. и государственная. Теперь, до государств существовала как раз общинная организация общества. Любое общество – общинная. Причём, вот в истории нашей принято, что общество до государства в дикие варварские времена оно как-то возникло одно. Вот это неправильное представление. Общество возникало тысячи раз. Тысячи раз выделялись, значит, роды, родовые объединения, которые создавали нечто наподобие общества и распадались. Или их побеждали какие-то другие, более развитые. И вот становление общества, да, оно проходило тоже через борьбу родов, родовых объединений. Из многих, из многих обществах рождались всё более крупные общества. Вот государство – это уже довольно крупное общество, довольно крупная община. Значит, рабовладельческая община, рабовладельческое государство, где объединяется круг родов, наиболее крепких, сильных, богатых. Обычно, значит, ну, родов 300, как если верить Мамзену в истории Рима. 300 родов образует римское государство первоначально. Или, скажем, в Афинах – 12 родов. Четыре филы, филы – это род, обвинены, значит, во фратриях. И таких фратри – три. Итого родов 12. Три филы, три фратри, фратри – братья. Фратра – брат. Брудер немецкая. Значит, евреи древние, сколько у них родов? 12. И таких родов и в Греции было, и в Риме, значит, и в других местах эти 12 повторяются. Почему? Потому что вот инстинкт, он привел к этой форме, что вот брачеваться, там и форма рода – эпигамия, как говорит Аристотель. Эпигамия, то есть гамос – брак. Они роднятся фратрия на фратрию. В фратрии брачуются не один, кто-то захотел и женился, а это общественная процедура. Причем, скажем, вот о древней Афине Фистель де Куланш писал в XIX веке. Женщина, прежде чем выйти замуж, принимает обряд, значит, выхода из своего религиозного положения. В каждой семье свои предки, ангелы, ангелы-хранители. И она отказывается от своих ангелов-хранителей и принимает пенаты мужа. Это, то есть, общественное большое дело. Свадьбы там пышные, роскошные, празднуют вся деревня. Ну и так далее. В определенные времена, время года. Ну и так далее. То есть, и все, значит, такие крупные обвинения, вот они имеют такую структуру. Это уже в государстве. То есть, вот как они были в родах, вне государственной формы организации, так они и в государство вошли в этой форме. До определенного времени. До какого времени? Пока демократические слои не устроили смуты. И вот, скажем, это 1510-507 годы до нашей эры в Афинах в древних была смута, и выход из него указал Клиссер. Смута – это восстание демоса. И оно может длиться долгое время. И выход из него находит, как правило, в демократических преобразованиях. Возьмите вы любые страны, Рим-то, или Грецию, или там тех же иудеев древних. Скажем, закон 12 таблиц возник, знаменитый в Риме. Это когда плебс бедные восстали, устроили такую смуту, и правительство вынуждено сделать законы, которые бы как-то улучшали жизнь этого плебса, наделяли его землей, закрепляли за ним землю и давали ему некоторые права. И так с каждым восстанием потом. Восстание возникает, потому что возникла какая-то проблема. И господствующие классы исправляют право свое насущное в силу тех требований, которые принимает массу. Поэтому, с одной стороны, Ленин говорит, буржуазное право – это тоже римское право, приспособленное к капиталистическому обществу. Но и римское право, оно создано вот не равнодельцами, или не столько равнодельцами, сколько давлением низов. Это равнодельцы, реагируя на это давление низов, они изменяют и совершенствуют свои права. И, значит, после государства. Государства не вечно, они отомрут. И возникнет не государственная организация общества. А какая не организация? Она та же общинная. И, значит, скажем, Владимир Ильич, он это понимает и в каком-то смысле и говорит об этом. Когда пишет о том, что вот съезд советов – это своеобразный совет советов. А совет – это и есть фактически совет производственных общин. Вот этот момент, он в нашей теории недосознан. Вот мы его так поставим, всерьез еще до него никак не добраться. Но назвали его Совет рабочих депутатов в Иваново-Зисенске в пятом году. Но это не депутаты, как в буржуазном обществе. Он представляет себя. Он вышел на какую-то территорию, себя разрекламировал, бабки внес, газеты расклеил, листовки расклеил, и его избрали. А он – представитель производства, представитель предприятия. Он не сам по себе, а он представляет общину. Поэтому совет, он и есть совет этих производственных общин. И об этих производственных общинах тоже Марс упоминает вскользко, когда говорит о Парижской коммуне. Это вот у него работа «Гражданская война во Франции». Марс говорит в седьмом, по-моему, томе собрания сочинений. Или в семнадцатом, не в семнадцатом. Значит, в каждой деревне должна быть своя коммуна. То есть, своё вот это вот управление государственное. Государство теперь опускается в каждую деревню, в каждую коммуну. И совет. До сих пор у нашей массы населения государство – это где-то там. Тогда как, значит, Маркс, Энгельс, Ленин. Ленин много пишет на эту тему. Вот государство, вот оно должно прийти к людям. Вот рабочие должны, значит, учиться управлять государством. Что значит учиться управлять? Это не там где-то управлять, там законы издавать, да? А здесь быть государством. Вот этот депутат от предприятия, от производственной общины, он представляет свою общину в городском совете, в областном совете, в Верховном отставе, в Совете Советов наверху. И он представляет Совет Советов на своём предприятии. Он на своём предприятии главнее, чем начальник, директор. Он государственный человек, избранный народом, подтверждённый на выборах, значит, в Совете Советов. Это большой человек рабочий, которого выбрали, значит, куда-то в Советов какой-то. Но вот эта вот вещь, она вот как-то, начиная с 1936 года, когда перевели выборы с предприятий на территорию, вот она как-то стала выветриваться. И к 1977 году выветривался окончательно. Вот это я в своей сейчас последней статье. Она даже превратилась в брошюру. Всё, не остановиться. Я удивился, как вот этот вот процесс коммунный, да, коммунизации, он выветрился через не что-нибудь, а через Конституции. Я имею в виду, конечно, Конституция, она отражает этот процесс уветривания. Он выветривался в обществе. А это юридическая, настроечная форма и идеологическая форма. Она только, значит, ну, закрепляла это, скажем, Конституция 1977 года, она фактически закрепила контрреволюционный переворот 1961 года. И вот, скажем, когда я сейчас во всё это влез и рассмотрел, и вот пишу об этом, ну, это просто очевидно. Что дедушка Брежнев в 1982 году умер-то, да, а в 1977, когда ему готовилась эта Конституция, ему было уже 61. И там получилось, по Конституции направляющей силой является партия, а на деле Леонид Ильич заведует партией, а его хороший партийный товарищ Подгорный заведует государственным, председатель Верховного Совета СССР. Как так получается? Стало быть, ведущий это тогда Совет Верховный. И эту нестыковочку они быстро решили. Где у нас Подгорный? А Подгорный всё на море купается на отдыхе. Его оттуда выдёргают, привозят, значит, с пленом ЦК КПСС. Там товарищ один, значит, из Ростовского, из Донецкого обкома КПСС предлагает, что Николай Викторович уже в возрасте, пора уже, значит, его это самое. Да и потом по Конституции надо лучше избрать товарища Брежнева. И товарищ Брежнева избирает представителя президента Верховного Совета. И он соединяет в своём лице и власть партийную, и власть государственную. И тогда действительно партия, она ядро, значит, ядро всей политической системы. Как мы тогда, вот мы, идеологи, я там преподавал философию, объясняли, да, что ядро политической системы – это партия. Тогда как от партии уже тогда она не была такой вот пронизывающей силой, реально пронизывающей силой, а скорее формально. А ядро, если и было, то это руководящие органы партии. Они были политическим, значит, ядром политической системы. Но само это характерно, что нужно, сейчас быстренько раз, ни выборов, ничего не надо, ЦК собрали. И эта практика, она со времён Хрущёва уже пошла. То есть все вопросы, даже государственные такие, решались таким образом. А это неправильно. Государственные дела надо решать государственным образом. Они, раз такое дело, он и рулит сам единолично, смотрит, хороший парень, старый. А это что-то не очень. И собрались они там, устроили геронтократия. Геронт – это старик, сенатор, старейшина, совет старейшин. А первые начали умирать тут чуть ли не каждый год. Черненко, Андропов, сам Режнев. Поэтому, значит, это очень всё серьёзные вещи, что общинное начало, оно было в начале, оно будет в будущем. И оно сейчас должно быть осмыслено и действовать. Но получается, что про вот эту сторону жизни, значит, при товарищах-идеологах, таких как Суслов, Андропов, прочие, забыли и фактически отошли от этого курса. Поэтому Ленин ещё в этой лекции говорил, вопрос о государстве очень сложный, во-первых. Во-вторых, очень запутанный. И это точно, очень запутанный. Вот, скажем, сейчас, когда касаешься каких-то конкретных вопросов, вот погружаешься вот в это дело и распутываешь. И это распутывание не всегда встречает понимание даже компетентных товарищей. Почему? Потому что они действительно сложные и действительно запутанные. Мы, скажем, я, и я думаю, и товарищи мои, они всегда думали, что, значит, Суслов – это какой-то такой твёрдый корень марксизма-линизма. Вот сегодня, на сегодняшний день, недавно уже, мы в нём не только разочаровались, а теперь я понимаю, что, значит, Михаил Андреевич, он едва ли не сознательный враг коммунизма. Почему? Потому что он заменил, значит, научный социализм, то есть политическую теорию марксизма и марксистское социальное учение научным коммунизмом. То есть Энгельс чётко показывает и в антидюринге, и в развитии социализма от утопии к науке, что научный социализм связан с определёнными открытиями Маркса, с открытием материстического понимания истории и тайной прибавочной стоимости. Энгельс, конечно, тоже много сделал, но он, Маркса уже нету, он отдаёт дань, значит, своему другу, товарищу, соратнику. Высказывается, что вот создана таким образом теория научного социализма. И тут вдруг находится Михаил Андреевич Суслов, как я выяснил, из беднейших безняков был член комбеда в своё время, в молодости, в 20-м году. Из комбеда пришёл. Теперь он, видите ли, значит, идеолог и задвигает не кого-нибудь, а Фридриха Энгельса и Карла Маркса. Значит, и сводит всё социальное учение марксизма к теории политической. Вот научный коммунизм – это политическая теория марксизма, определение буквально в учебнике старом. Но, когда он пишет в Антидюринге об этом, он показывает, что под этим учением, во-первых, философско-методологическое учение, во-вторых, экономическое учение, конкретное открытие. Поэтому он не имел никакого ни права, ни оснований. Поэтому это как, это специальная, вот, если хотите, диверсия, которую они существовали после контрреволюционного перерыва в 61-м году. Это всё есть, значит, в новой конституции. Новая конституция – это конституция развитого социалистического общества. Развитое социалистическое общество – это подделка. Почему? Потому что по определению, что такое коммунизм, Ленин объясняет, это развитый социализм. Вот, когда социализм дойдёт до своих развитых форм, когда каждое крупное предприятие будет вот этой общиной, когда рабочие там будут руководить, значит, когда масса рабочих будет участвовать в этом государственном производстве, в планировании, в контроле там и так далее, тогда будет коммунизм. А эти товарищи говорят, что коммунизм ещё только будет, до него ещё далеко. А сейчас у нас вместо объявленного коммунизма будет развитая социалистическое общество. То есть раздвоение сознания. Мы думали, что мы уже живём при коммунизме, а нам товарищ Суслов говорит, что вы ещё-то будете когда-то жить при коммунизме. И получается раздвоение сознания. Поэтому вопрос этот чрезвычайно сложный, чрезвычайно запутанный, и вам, молодым, придётся это всё распутать. Мы, конечно, в какой-то мере, значит, тут немножко завалы эти расчистим, почву подготовим, а вам придётся здесь всё это заново осмыслять, структурировать, понимать, определять и так далее, и тому подобное. Поэтому я вот призываю молодёжь. Вот недавно ехал в Москву, ездил в Москву на семинар. Говорю, вы не только слушайте, а сами читайте лекции, сами делайте доклады, и начинайте сами писать. Вот пишите. Подготовили какой-то доклад, и на его основании сделали статью. И вот, скажем, в прошлый раз я осенью там был, вот так вот порекомендовал некоторым ребятам, они написали статьи, смотрю, сейчас «Народная правда» опубликовала. Ну, прелесть. Вот. Я говорю, вот и вам и развитие. И когда вы привычку писать получите, значит, вы будете мощно развиваться. Почему? Потому что мышление – это концентрация. Мышление – это вот ещё постижение. Недавно только, в прошлом году, осенью я читал лекцию там нашим в университете рабочих корреспондентов, и вот дошёл до этой формы, до постижения. Что? Значит, мало понимать, надо ещё постигать. Вот скажем, понимал-то я давно, что научный коммунизм – это не серьёзно у Суслова. Но я не постиг. Почему? Потому что я не понял здесь вот этой заковыки, что это предательство на самом деле. Это если бы, значит, какая-то мелкая вещь была, это, можно сказать, напёрстничество. Обманывать народ в понятиях. Но он этим понятием, этой подделкой понятия отменил теорию. Вместо научного социализма на Энгельсовского и Марсовского нам подсунул свой научный коммунизм. Теперь, это общенародное государство, оно базируется на отмене диктатуры претряда. Это сделал-то не кто-нибудь, а это сделал ученик Куусинина, товарищ Суслов. И другой подельник Куусинина, товарищ Бурласский был такой. А Куусинин, это был член исполкома Коминтерна, старейший член КПСС на то время, в конце 50-ти... А? В Карелии. Он не в Карелии, а в 40-м году, в связи с образованием Карелии, его послали туда первым честарём. Как вам партия Карелии? А Андропов у него там был вторым секретарём. Да. Куусинин, грамотнейший человек. Он прекрасно понимал, что он делает. Заменяет, подменяет понятие и политику диктатуры претряда общенародным государством. Это его идея. А он нашёл Бурласского, как такого мальчика, которому можно спихнуть, подбросить ему якобы идею. И Бурласский там начал. Быстренько написал статью об этом общенародном государстве. Её быстренько опубликовали в журнале «Коммунист». Бурласский сделал выдающуюся карьеру и потом в воспоминаниях уже под 90 лет хвастает, что это он заменил диктатуру пролетариата общенародным государством. Он дурачок просто, его использовали. Кстати, так же, как Шахрая. Тут я вчера был в книжном магазине на Литейном, открылся снова в дом книги. Смотрю, Шахрай. Вот так, кенный том, 428 страниц. «Как я создавал конституцию эпохи Ельцина и Путина». Мне это как бальзам на душу. Только что я в статье написал и отправил, что, значит, Шахрая использовала американская разведка и консультанты ему написали конституцию и он там что-то поучаствовал в обсуждении, а он еще оказывается, что это я написал конституцию. Какой ты подручный дурачок, которого использовали. Кто тебе даст право писать конституцию в эпоху тем более переворота такого? Ты можешь быть только мелким подручным. И он и был таким мелким подручным. Никакого секрета в этом не было. Но человек хочет себя припонять. Он написал конституцию эпохи Ельцина и Хрущева. Какой тираж? Тираж я не посмотрел. Ну, я не думаю, что большой. Сейчас больших тиражей нет. Так что вот таким образом дело обстоит с видами государства. Но с формами я вам в общем уже сказал. Откуда взялись три формы? Первая это значит аристократическая и первая форма вот в рабовладельческом обществе ему присуща в наибольшей степени аристократическая форма. Почему? Потому что там община рабовладельцев она и составляет граждан. Граждане это все рабовладельцы. они как община руководят всеми делами государства. Поэтому у них наиболее близкая им и наиболее им отвечающая форма это аристократия аристократическое государство. Значит когда они не могут решать сами вопросы они выбирают одного каких-нибудь македонских и македонские управляют или другие последним в Афинах был Кодор царь Кодор где-то в 7 веке до нашей эры. Второй формой государства является демократия. Демократия это государство противоположного класса. Правда значит тогда в Греции демократии организовывали тоже рабоведельцы только бедные. Но они опирались на рабов на так называемых метеки были там тогда промежуточные такие классы ремесленников и прочий городской и сельский люд вокруг который назывался в целом демос. Вокруг Афин было 174 дема ну по-нашему общины сельские. они тоже участвовали в политической жизни особенно в смутах. Поэтому вот две господствующие группировки и они в дальнейшем значит как бы крепно структурируются и разделяются по простому основанию. Это или государство эксплуататорского класса аристократия монархия или это значит государство с привлечением эксплуатируемых классов формально в выборах. В выборах вроде участвует рабочий класс работе населения взрослые они вроде тоже считаются гражданами. буржуазная революция она привела к тому что гражданские права расстранились и на рабочий класс. Поэтому они участвуют в политической жизни участвуют в политических выборах поэтому вот демократия вторая форма и третья форма значит монократия или монархия как говорят буржуазные и древние мыслители она возникает потому что монократия потому что или первые аристократия передает власть одному человеку или демократия передает власть одному человеку тогда и возникает третья форма государственной власти поэтому видов государственной власти две два вида а форм государственной власти три и никаких других форм государственной власти нету вот здесь значит Гегель немножко формально подошел к этому дело он так определяет монархия – это власть одного, как и Аристотель. Аристократия – это власть немногих. Аристократии, конечно, всегда немного, по сравнению с другими населениями. А демократия – это вот власть большинства. Можно сказать, что и большинства. Но точное различие здесь, что это власть не большинства, а власть эксплуатируемых. И она редчайшая форма в истории. И эксплуатируемая их власть в полном смысле, она стала только в советское время, когда действительно рабочий класс и крестьянство завоевали государственную власть и установили свое государство, установили свою диктатуру. Диктатура – это что такое? Да, кстати. Об этом тоже надо бы сейчас будет сказать. Диктатура. Диктатура – это диктование законов и идей. Это власть одного класса, который диктует законы и идеи, то есть создает право и идеологию господствующую. И сейчас вот только вроде бы умные и толковые люди, у нас нет идеологии. Ну, как это у вас нет идеологии? Как такое может быть в государстве? Нету идеологии. Такого не может быть, такого не бывает. И в нашем государственной идеологии есть. Более того, у нас масса всяких идеологий, в том числе и буржуазные, конечно. Главенствуют буржуазные идеологии. Другое дело, что буржуазная идеология – это сплав нескольких идеологий, которые образуют сумбур. И в этом сумбуре буржуазия четко видит свою линию. Для нее идеология – это либерализм. Либерализм, он заинтересован в том, чтобы была вот такая идеологическая мишура, много всяких, значит, идеологий, толпа в них запутывается, а они четко представляют себе, значит, идеологией либерализма. Но надо понимать, и у меня об этом статья недавно написано, что сам либерализм, он тоже развивается. Когда-то в XVIII веке либерализм – это было прогрессивное слово. Либераль – свобода, свобода личности для любой личности. Буржуазия звала – давайте на баррикады, сменим старый строй, и установим свобода для всех, все будут свободными. Но когда она установила власть, выяснилось, что свобода все-таки не для всех, а только для самой буржуазии. Это конец XVIII – начало XIX века. Прошло полвека, и выяснилось, что свобода вообще, она даже и не для всей буржуазии, а только для нашей, для английской. Или для французской, или для немецкой. А остальные там они вообще и не достойны даже. Они не доросли, они быдло. Прошло еще полвека, и наши либералы, они только из высшей нации. Из какой? Из немецкой. Да, господствующая. Теперь, у Италии из итальянской. Польша. И в Польше был фашизм Пилсудского. Они тоже, они такие, у них высшая нация, их просто не знают и не понимают. И в Испании испанский фашизм. Потому что испанцы только такие крутые ребята самые. Я уж не говорю про Англию. И сейчас вот этот либерализм, или наши, подлинно наши, подлинно либералы, это финансовый капитал. Если финансовый капитал, ну это наш либерал, мы с ним либералы. А остальные, особенно там из российского, Дерипаска какой-нибудь, или этот сам, прости господи, Абрамович. Какой он либерал, какое он там это, быдло самое настоящее. Поэтому его можно ободрать и все. Так что либерализм развивается. Свобода для наших. А наших остаются мелкие, мелкие, узкие, узкие круги. Поэтому идеология есть, идеология проводится, и весьма жестко. А если, скажем, товарищ Баглаев, знаете, наверное, уже такой много на Ютубе он выступает, директор завода, активный человек, умный, толковый, серьезный, не коммунист, большевик, но таких, значит, просоветских взглядов. Дайте ему государственную идеологию. Ты хочешь, чтобы тебе Путин дал государственную идеологию? Он тебе даст свою. Ты будешь доволен? Так она и сейчас путинская. Какой вы хотите идеологию? Коммунистическую вам никто не даст. Во-первых. Во-вторых, она есть, пожалуйста, вам никто не мешает изучать Карла Маркса, Ленина, Сталина. Кого хотите. Вот мы тут изучаем. Поэтому надо пользоваться этой свободой товарищам трудящимся и изучать Маркса и Ленина. И не критиковать за то, что нет идеологии, а критиковать себя за то, что у вас нет своей идеологии. Вернее, она есть, вот она, пользуйтесь, изучайте. Причем в мире нету никакого более глубокого понимания экономики и политики, чем в марксизме. Нету таких книг. Я вам не могу посоветовать. Вот там даже Хазина написал, ну, такие довольно интересные книги. И про экономику, про кризис экономический, и про политику, как политические там штучки, дрючки происходят. Но это все равно мелкобурразный взгляд на эти вещи. И вот он рассматривает все с точки зрения там межгрупповых и межгрупповых взаимоотношений. Ну, это хорошо и важно для того, кто хочет сделать карьеру. Ну, надо знать, как там проходят всякие карьерные штуки, конечно. Но это не глубокое понимание, значит, политики. Поэтому нету более глубокого понимания. Поэтому изучайте, пожалуйста, марксизм, свою идеологию, как хотите. Ну, и исторические типы, они, конечно, из этого всего вытекают очень легко. Значит, вот этот вид организации общества, эксплуататорский, да, он сам состоит из трех этапов. Значит, рабовладение, феодализм, капитализм. Отсюда и три исторических типа государства, эксплуататорских. И четвертый, социалистическое государство. Оно отрицающее этот тип. Это радикальная революция. Предыдущие революции, они отрицали определенный тип эксплуатации и устанавливали свой новый. А социалистическая революция, она в принципе отрицает всякую эксплуатацию. И в этом смысле она радикальная революция. И в этом смысле она не остановится теперь. Человечество не может отказаться от свободы. Человечество не может отказаться, не может не отказаться от эксплуатации и от государственного давления. Значит, раз сейчас некоторые отступления, а Марс и Англия говорили, возможно, отступление. Марс говорит в раннем произведении, «Рабочим классам, может быть, придется пережить 15, 20, 50 лет революции и военных потрясений». Это он мыслил, если во всех развитых странах одновременно произойдет революция. И то 50 лет революции с тем, чтобы рабочий класс в ходе этих революций созрел для руководства общества. Созрел для самостоятельной организации общества. А получилось так, что не во всех самых развитых, а только в одном из развитых обществ, в России, произошла революция. И мы гордимся этим, что Россия стала двигателем истории. И мы гордимся, что сейчас только в России есть люди, которые способны понять вот это государство, вот эту государственность, советы и роль советов, значит, в политической и в исторической жизни. И больше нигде в мире этого понять не могут. Почему? Потому что они не жили в этих условиях, у них нет этого опыта. А у нас этот опыт есть. И книги у нас поэтому об этом написаны. И поэтому, значит, линия развития человеческого общества, она лежит через Россию. Я думаю, что в этом смысле мы живем в каких-то и благоприятных условиях. Ленин, скажем, радовался, что вот они много сделали для революции. И мы радуемся, что мы много сделали для революции, для развития общества, для развития коммунизма. Еще кое-что сделаем, а может, еще и доживем. Почему? Потому что, видите, кризис очень мощный. Кризис поразил всю капиталистскую систему. Европа разваливается, США разваливаются. Но им нужно помочь. Сами они не уходят, как учил Владимир Владимирович. Правительство уржавное сами не уходит. Им нужно помочь. Их нужно развалить. Но для этого нужна зрелость, нужна активность рабочего класса. Нужна партия соответствующая, партия рабочего класса. И я думаю, что, кроме всего прочего, нужно понимать диктатуру предприятия не только как некоторые состояния. Некоторые власти – это власть рабочего класса. Это правильно. Но дело не в этом. А в том, что диктатура предприятия – это такая форма государства, союза рабочего класса из крестьян и других слоев теперь в наше время, которые ведут или руководят всей борьбой всех трудящихся и эксплуатируемых против капитализма. То есть диктатура предприятия – это способ организации людей. Интеллигент какой-то думает, ну, там будут рабочие руководить, а мне там чего ж места не достанется, а то ещё и самого сделают меня рабочим. Так не в этом дело. А дело в том, что это власть такая. Власть, которая понимает, что всё зависит от рабочего класса, что рабочий стоит на последней ступени социальной лестницы. И он заинтересован самым коренным образом в преобразовании этого общества. Он только до конца в этом заинтересован. Интеллигенты, ну, как-нибудь приспособимся, заработаем, сменим работу, сменим профессию, найдём по блату там кого-нибудь и так далее и тому подобное. У рабочего нет такого выхода и такой надежды. Поэтому основание этой диктатуры – он. И это способ организации в интересах именно трудовых слоёв населения, в интересах всех, кто хочет честно жить, работать и развивать общество. А не хапужничать и не переводить богатство на Запад, чтобы потом туда уехать, наплевать на родину и жить припевающе. Поэтому нам с вами очень повезло, что мы живём в такое время интересное, время борьбы. И я думаю, что есть все условия для того, чтобы нам активно участвовать, проявить себя и помочь человечеству выйти из этого тупика, из этого буржуазного империалистического тупика. Я думаю, что человечество выйдет. Для начала, видимо, правда, ему действительно придётся распаться на некоторые экономические зоны. И в этом хорошо уже то, что Америка сожмётся до одной определённой экономической зоны. Да, а мы гордимся, что мы помогли Китаю стать развитым социалистическим обществом. И Индии мы помогли стать самостоятельной державой. Это тоже будут центры силы, самостоятельные такие вот экономические зоны, в конце концов, ослабляющие Америку. А потенциал рабочего класса, он там ещё не раскрыт. Он ещё раскроется и в Индии, и в Китае. Так что вот на этой оптимистической ноте, я думаю, ноте можно было закончить. А если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. После перерыва. Перерыв. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, дорогие товарищи, какие вопросы, какие проблемы? Вопрос. В чём конкретно выражалось то, что у нас до 61-го года было государство, которое пролетариат? В чём это выражалось? А что значит, в чём выражалось? И что изменилось после 61-го года? Так в том, что было государство, некоторые пролетариаты, что, значит, была плановая экономика, что были соответствующие законы, направленные на формирование плана и его выполнение, что были органы, которые отвечают за это дело. После 61-го года, значит, они были наполовину уничтожены. Политика, значит, всё в большей мере отказывалась от плана и в качестве регулятора... Экономика отказывалась от плана и всё больше в качестве регулятора стала ориентироваться на рынок. Значит, разделили там райкомы, горкомы на сельские и, значит, промышленные. Там целая серия была реформ. Пошла целая серия реформ. В том числе, я говорил, закрепилось это в Конституции с 77-го года, что это общенародное государство, что, значит, партия является руководящей направляющей силой, и это можно было теперь, значит, изменить эту статью, и партия не является руководящей силой. То есть это была такая довольно глупая запись. А субнаркомы когда? Субнаркомы, они ещё до этого переворота, они как бы предшествовали этому. То есть эта самая отмена диктатуры Петриата, она же остановилась с 53-го года. Это в 61-м, она уже произошла, переворот сам произошёл. Остановился он ещё раньше. Там много было, так сказать. А вот я слышал такую фразу, что советы – это российская форма диктатуры пролетариата. Так советы есть, форма диктатуры пролетариата у нас, на это дело книга написана. Как отразились вот эти вот реформы 61-го года на советах? Значит, дело в том, что на советах уже отразилась конституция 36-го года. Как она отразилась? Что до 36-го года, начиная с 905-го года и до 36-го года, советы формировались на почве предприятий, и они были советами предприятий. Или городской совет, он базировался на предприятиях. В него избирались от предприятий. Значит, члены предприятий и те представители, скажем, руководство, которых это предприятие знало и могло поддержать на этих выборах. Теперь, были отменены съезды советов, и может быть, даже вот это главнее, что до 36-го года верховной властью и, стало быть, охранителем суверенитета был съезд советов, то есть сами вот эти рабочие и крестьяне, которые собирались, значит, 3-4 раза в год. А с 36-го года верховный совет, который был избран там на 5 лет, и он теперь все руководил, всем руководил. Причем, он назывался верховный совет, а на самом деле это была высшая власть. А вот верховной власти после этого ее фактически не было. Раньше верховной властью был съезд, а после 36-го года такой вот верховной власти, по крайней мере, по конституции, ее не было. А в верховной власти и концентрируется суверенитет. Поэтому верховная власть 36-го года она как бы сконцентрировалась в правительстве. Значит, партийный руководитель СКПСС, председатель Верховного Совета СССР из ВКПБ, значит, Верховный суд из ВКПБ и председатель правительства из КББ. Причем, они были из рабочих в основном, скажем, Сталин, главой государства был Михаил Иванович Калинин, из тверских рабочих, мой земляк. Поэтому как бы суверенитет и власть коммунистическая, они еще тут концентрировались. И были групповые. Центральный комитет все это курировал. А после 36-го года и после того, как власть переведена была на территорию, формирование системы Советов было переведено на территорию, они фактически перестали быть Советами. То есть по названию сохранилось Совет. Но название Совета, оно с древности. Скажем, мы в древних Афинах Совет. Да и там даже были, кроме Советов граждан, значит, Совет Царей Боле, то есть Совет вот этих 12 городов-государств, которые входили в Союз Афинский, вот они, цари собирались, на это Боле свое, обсуждали проблемы и решали общие вопросы. Так что, значит, Советы, они в точном смысле, в формальном смысле слова, они закончились. Другое дело, что Советская власть, она держалась за счет партии. Партия действительно, значит, была стержнем, по крайней мере, при жизни Сталина, и всю систему диктатуры Патриата, она контролировала. Я же сказал, диктатура Патриата – это форма власти, которая руководит всеми слоями общества и руководит всей властью общества, в том числе общественными организациями. Поэтому партия руководила. А вот когда Сталина не стало и когда вот пошла вот эта внутренняя борьба, то от этого суверенитета фактически ничего не осталось. Он сконцентрировался в личности. Первый старя, кстати, Хрущев с осени 1953 года стал первым старем ЦК КПСС, а с 1958 года за ним закрепился еще после председателя Совета Министеров. То есть вот у него тоже две власти в одном лице. Но и у Ленина так же было, и у Сталина какое-то время, что они были и руководителем партии, и руководительными правительствами. Исполнительные власти. Хотя исполнительные власти – это управление. Как говорит Гегель, управление – это исполнение законов. Законодательная власть и суверенная власть, верховная власть, она издает законы, а исполнительная власть – Совет комиссаров или Совет министров – они исполняют законы, они управляют. Ну а после того, как общественная вот эта вот сторона, она как-то была отринута Хрущева, значит, власть сконцентрирована была в одном лице. Поэтому убрать его тоже было, брить очень просто. Но поэтому и с Брежневым уже обращались, как с таким, ну больного человека, чего с него взять. Там руководители всем, Политбюро, три человека, самых таких пожилых, авторитетных. Устинов, Громыко, но в какой-то мере Андропов. Молодой там, энергичный, только Андропов, он и рули. Так что Советы, они с 36-го года, они отсыхали. У них корень был отрублен. Они больше не базировались на предприятиях. И к 77-му года они настолько засохли, что вот уже и Конституцию сделали. Практически буржуазные. Но выдвижение шло все равно предприятия. Нет, но все равно и выдвижение, и организовывали Советы, особенно в маленьких городах, все равно предприятия. И от них делегаты, от них кандидаты выдвигались. Теперь скажем, ну вот в нашем Вышневолочке, там значит, Дом культуры, он при комбинате. Комбинатовские коммунисты все организовывали, все проводили. Но это уже не было от предприятий. Это уже было от территории. От территории. И там в чем главная проблема в Советах? Что в Советах предприятия могли легко отозвать своих депутатов. А на территории вот эту организацию отзыва уже не проведешь. Причем я специально ставил эксперименты уже в буржуазное время. Сейчас не помню, в году в 94-м или 5-м. Попробовал отозвать депутата. Эта дама-то была такая в Ленсовете. Доктор географических наук. Курков. Не-не-не, это телевидение. Какая-то фамилия у него такая простенькая. В общем, собирал-собирал я подписи. Так и не набрал. Сейчас уже не помню, сколько я там набрал подписи. Представляете, это во всем районе собрать подписи за отзыв депутата. Невозможное дело. А формально можно еще? Как? А формально еще это можно? То есть в законе можно собрать подписи и отозвать депутат? Так можно, но это нерешаемая задача. Она нерешаемая. Я уже не говорю о том, что вы собрали подписи. Совет начинает рассматривать этот вопрос. Вот Козенов собрал подписи, представил нам. Там, значит, во-первых, проверят все подписи. А кажется, что 20% там, значит, поддельные. Потом еще что-нибудь. Потом, в конце концов, после обсуждения. Ну, что-то мало аргументов. Так, кто за? А за никого и нет. Совет решил все-таки, что депутат такой-то, он достоин быть депутатом. Поэтому все. На этом дело закончилось. Это вот в первые советские времена там таких отзывов даже было много. Но где-то я видел статистику. Вот с каждым разом, с каждыми выборами все меньше, меньше, меньше. А потом это заглохло. И исключались депутатов только за преступление. Вот если кто-то там, или там, значит, казнократ какой-нибудь, или преступление сделал какое-нибудь, тогда там суд возбуждает дело. Или его там выгнали из партии из-за пьянства. И тогда его отзывают. А какой-то такой нормальной или простой процедуры уже на эту тему не было. Чем государство от общины отличается? Государство Ленинска – это тоже община. Почему? Вы сказали, не хорно там. Да, да. И общественное, или общинное. Ну, потому что древнее государство, догосударственное, оно… Древнее понятно, но на самом деле, ну вот произошла революция. Собирались строить общественную форму, да? Какие-то шаги были. Ну, то есть, как-то в этом направлении были какие-то движения, в чем-то они выражались. Мы говорим про государство, диктатуру, пролетариата. Построение общины, построение перехода к тому, к чему мы должны были пить. И как-то вроде мы и делали. Или здесь переделали, а в чем это выражалось? Значит, это выражалось, во-первых, снизу. И, скажем, вот, Ленин участвовал в 18-м или в 19-м году. Был первый съезд артелей, сельскохозяйственных артелей и коммун. То есть, было в сельском хозяйстве, было движение коммун. И это движение, оно продолжалось до 30-го года, до коллективизации. Потом выяснилось противоречие в этом движении. И возник спор. Вот устав колхоза, устав коллективного хозяйства. Нам сделать артель или коммунный? И был спор. У Сталина две или три статьи на эту тему. Вот тут 30-е и 31-е годы. И он даже еще на 17-м съезде в 34-м году объяснял, что все-таки, значит, соответствующий этому этапу устав. Это устав артели. Почему? Потому что коммуны, они к этому времени, ну, набрали такой нехороший опыт. В чем он выражался? Что товарищи создали коммуна, значит, всеобщее. Значит, и крупный скот, и земля, и мелкий скот, и мебель, и лошадь, и, в общем, все, что хочешь. И это привело к тому, что народ как-то... Некоторая часть народа в этих коммунах, она начала вести ежедневнический образ жизни. Кто-то там работает, а кто-то пьянствует. Вот, многие коммуны распались. А главное еще, они позорили это звание коммуны. Причем Ленин еще говорил, что если вы коммуна называете, то она должна быть образцовой, а не позорить, что вот, значит, коммуна. И к 30-му году вот таких, значит, опозорившихся было уже довольно много. Почему? Потому что, ну, народ-то крестьянский, он серый. Тут нужно творить эту новую форму. Он, скажем, знал общину, которая была до 11-го года, до реформ Столыпина. Было около 30-ти процентов крестьян, которые жили в сельских общинах. И они имели этот опыт. Но реформы Столыпина, они с этим опытом закончили, эти общины перестали быть. И к революции тут, к 17-му-то, и к 20-м годам уже как-то этот опыт подзабылся. А коммуны, это совсем, во-первых, не знакомо, а во-вторых, наткнулись антипропаганду буржуазных сил. Комуна, коммуняки там, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Поэтому они не получили должного развития. Вот, и руководство, и Сталин в том числе, решили, что лучше пока коллективную форму, то есть колхозы, сделать на базе артели. И вот в 30-м году был разработан и утвержден общероссийский устав сельскохозяйственной артели. И она стала такой основной формой колхоза. В расчете на то, что в будущем, ну, потом займемся и коммунами. Но в будущем там война, потом Сталин умер, там другие вещи. И это все не получило должного развития. А артель, это все-таки, она тоже в какой-то мере община. Но не община в точностном смысле слова. Общины – это объединение, в которое человек вовлечен на всю жизнь. И вместе с детьми, вместе с семьей, вместе с родом. Община, она занимается не только производством, то есть производством вещей, но и производством людей, воспроизводством себя. А артели – это собрались мужики в основном, там 15-20 или 100 человек, и отправились на какой-то промочел, там или за пушнины, или на рыбалку, или на строительство церквей, или еще на что-нибудь. Это артель. Она сегодня есть, завтра нет. Завтра я, значит, захотел, ушел или перешел в другую артель и так далее. Я не связан жизненно с артелью. Хотя на самом-то деле, значит, конечно, в колхозах общинное начало, но они были. Я был в середине 50-х годов, жил, значит, летом несколько раз, несколько лет. Летом жил в деревне. И участвовал и в этой работе, и в этой жизни. И я чувствовал вот эту общинную жизнь. Вот девушки, скажем, идут утром на работу, идут с песнями. С работы идем часов в шесть, там, в семь вечера лета, солнышко садится, с песнями. Праздник – это гуляет вся деревня. Сегодня у Ивановых, завтра у Петровых, послезавтра у Сидоров. И, значит, по три дня там какой-нибудь Иванов день, или Троица, или что-нибудь в этом духе. Теперь искусство, хор, пение. Но пение, праздник – это пение, застолье. И вот я еще участвовал в таких застольях с пением. С 70-х годов я уже не слышал, что вы за столом пели. Если только не иметь в виду какие-нибудь песенки такие вот там. А Куджава, или что-нибудь в этом духе. Так что, вот артели. И вот эта политика, значит, общинная, она закончилась, особенно с переводом выборов на территорию. То есть вот эта струя, она начала как-то засыхать. Ну вы говорите, что мы опять вернемся, должны вернуться к общине. Так а мы из них никуда не… Ну государство, да, у нас социально построили, у нас была первая. Значит, мы из них никуда не… Мы государство должно было отмирать, мы должны были отцамы, но не делали никаких шагов в сторону общины, кроме того, что уговорить на независимое оборудование. Значит, нет, какие-то были. Я еще не предпринимал. Какие-то были. Значит, скажем, была же теория, что мы переходим от государственности к коммунистическому общественному соправлению. И это под этим названием или под этой формой имелось в виду, что растут общественные организации. Комсомольская, партийная, профсоюзная. Ведь в профсоюзах было около 30, по-моему, около 40 миллионов человек. Комсомольская в последние годы 33 миллиона человек. Пионерская сколько там. Теперь в общественных мы организациях всяких состояли, я лично, значит, Красный Крест, защита леса, ДСАА, еще какие-то взносы платили там 10 копеек в год и так далее. То есть она развивалась, но развивалась вот этих общегосударственных форм. А вот общины какие-то производственные, и производственных, скажем, профсоюз, но он все-таки на предприятиях был, и он заботился как раз вот этой воспроизводственной стороне. То есть, скажем, без него не решались вопросы жилища. Без него не решались вопросы путевок. А это, ну, довольно большая экономическая стихия. Бесплатный путевок. Скажем, вот мой отец в конце жизни, в конце рабочего периода заболел. Ему трижды подряд летом давали путевки, значит, на юг, в Схалтуба. И он вылечил свои соли. У него болела левая лопатка, соль, отложение солей. Ему сказали, три года поездишь в Схалтубу, и все это пройдет. То есть он поездил, до 90 лет прожил, без проблем. Теперь ясли, там подарки, еще какие-то вещи. То есть профсоюз, он и выполнял роль общины. Вот тут надо что сказать. Что рабочее движение, оно и начало развиваться, как рабочая община. Вот Марс, не считая философии, он пишет о коалициях. Вот он заметил, коалиции. Что значит коалиция? Коалиция – это и есть объединение рабочих. Но на ранней фазе они стали бороться только за заработную плату. Вот коалиции создавались для борьбы за заработную плату. Но это и есть прообраз, не хотите прообраз общины, а хотите – это община зародышевой формы. Почему-то, что они боролись за фонд заработной платы, за общие, вообще за зарплату, условия их выживания, их и их семьи. Они поборолись, вышли на общественный, на общий государственный профсоюз в Англии, было движение чертистов, это вот профсоюзы уже в государственной такой, в общегосударственной форме. Они добились снижения рабочего дня, установили 10-часовой рабочий день по наводке Роберта Оуэльна, знаменитого утопического социалиста. То есть много сделали, но вот заглохли, выродились. Буржуазия английская их придушила. Теперь, в Германии мощно стали развиваться, после них в Германии началось это развитие профсоюзов. И они создали несколько общегосударственных профсоюзов. Об этом пишет Лафар, зять Маркса. Специальная брошюрка у него переведена на русский язык. И профсоюз – это тоже своего рода община. Это как бы ступень еще одна в развитии общины. И вот третья ступень, она бы должна быть, значит, в советском времени профсоюз вообще должен бы быть общим. Но не получилось пока. С первого раза много хотите выучить. Теперь, вот это одна сторона дела. Другая сторона дела. Человек-то живет в общинах. Люди живут в общинах. Партия – это тоже община, только такого высшего свойства. И скажем, у Боржурзии много таких общин. И они постоянно с собой общаются. Они очень организованы. Теперь, у них Российский союз промышленников и предпринимателей. Это руководство буржуазной общины. Это их профсоюз – олигархов и бизнесменов. Они организованы. А вы вот не организованы. У вас нет общины простейшей профсоюзной. А раз у вас нет профсоюзной общины, у вас нет и зарплаты. Кстати, в этом смысле англичане очень хорошо назвали свой профсоюз. Как англичане называют профсоюз? Тред-юнион. Тред-юнион. Что значит тред-юнион? Объединение по торговле. Рабочей силой. Вот они собрали союз и продают рабочую силу монопольно. Они монополии давят на предпринимателя. Он на предприятие один, а у них монополия. И если эта монополия организована, у предпринимателя нету против нее сил. Нету. Но если они не организованы, а он все делает для того, чтобы они были дезорганизованы, они получают нищенскую зарплату. Вот в бане я регулярно слушаю эти разговоры. Вот, зарплату не дают, плохие, козлы. У вас профсоюз есть? Нету. А чего вы хотите? Вы не можете потребовать, вы боитесь, вы трусы. Какая вам зарплата? Получите и распишитесь. В бане-то смелый. А? В бане-то да, в бане-то смелый. В бане община. Нет, это не община. Так что, значит, человек живет в общинах. Я уже не говорю про семейные родовые общины. И у кого хорошая семья, хорошая община, все получше живут, они там друг другу помогают. А если он ни с кем не дружит, с своими родственниками совсем поругался, у него ничего нет, он бедный, никто ему ничего не помогает и так далее. Поэтому вот эта общинная жизнь, она будет еще развиваться, в том числе и в рабочей середине. Я думаю, что чем быстрее, тем лучше. Мысль высказать. А вот, допустим, если плясать, так скажем, от понятия свободы, это как осознанная необходимость. Вот у нас выборы... Нет, нет. Нет, минутку. У нас выборы, вот эти вот, ну, буржуазные, так скажем, у нас население, оно не понимает, кого выбирают. То есть они не осознали истинную, истинную природу этих людей, которые мы предоставили список. А вот люди, которые этих выдвигали кандидатов, они осознали, кого они выдвигают и чего... Конечно, своих выдвигают. И поэтому буржуазная демократия, она как бы отражает саму суть, то, что буржуазия понимает, что происходит, а народ нет. Конечно. И они специально еще и темнят народ. Да. И это вот мы занимаемся советским просвещением в буржуазном обществе, а они-то занимаются именно затемнением. Поэтому я говорю, буржуазная идеология, она, конечно, есть, но она рассчитана на затемнение, она рассчитана на мутную воду. И в этой мутной воде они ловят рыбу. Это нормально. И если они организуют специально по заказу Баглаева какую-то идеологию, то это будет идеология еще хуже, крепче, суровее. И в связи с этим можно прийти к выводу, что если мы хотим чего-то добиться, то мы только свою собственную власть должны организовать. И никакую иначе. И никакую иначе. Причем, вот мы говорим, значит, какую власть можно взять. И объясняем, что если взять, то буржуазную. Вот она есть. Если вы хотите взять, вы возьмете буржуазную. И только вот это, занимаясь вот сейчас вот этой статьей о суверенитете, я нашел, значит, как большевики взяли власть. Значит, власть берется та, которую создают до этого. Большевики создавали советы вместе с другими партиями. В этих советах они получили большое влияние и силу. И на съезде советов не только оформили, ту власть, с помощью восстания, которую они уже создали сами. Вот. И я сделал, значит, специальную вставку из теоретического отчета учредительного собрания 5 января 1918 года. Там же параллельная революция шла возня с учредительным собранием. И вот 5 января уже советская власть установлена. Они собираются устанавливать власть. Значит, выходит лорд гибонидзе СР и говорит, ну вот как же нам начать собрание-то? Собралось и деньги собрание, они не знают, как его собрать. Кто-то сделал предложение. О, надо старшего выбрать, старейшего члена, и он поведет собрание. Нашли там, значит, старикана, забыл фамилию, тот сел. Открываю наше собрание. Зал как зашумел, дедушка испугался, для него это тяжело, ушел, бросил. Выходит товарищ Яков Михайлович Свердлов, а он уже, значит, председатель в ЦИК. И говорит, сейчас мы все откроем. Почему-то, что он уже имеет власть. Он уже председатель в ЦИК. Но он пришел на это собрание, зачитал им декларацию о правах гражданина и человека, и рабочего, трудящихся в России. Вот, большевики похлопали и ушли. И усилие собрание было проведено. Все. На следующий день, значит, охрана не открыла помещение. Я издеваюсь, что богатые партии не могли найти другое помещение, чтобы собраться. Не в этом дело. А дело в том, что у них не было власти. И не было очищения власти. И не было понимания власти. Понимание было у большевиков. И они еще летом разобрали все вопросы, специальное постановление по этому поводу. А власти, да, кто и как будет организовывать ее. Значит, все вопросы были решены. Поэтому на связи с Советом они все вопросы свои решили, большевики. А эти лопоухи, они не знали, что за власть, какая власть, что с ней делать, как ее есть. Поэтому остались просто в дураках. Поэтому, когда приехали туда, к Колчаку, он еще расстрелял там кучу. И правильно сделал. Если ушли, то когда большевики ушли, по-моему, и сэры еще с ними были, то там не стало форума у этого собрания. Ну, конечно, да. Там много сразу проблем. Главные люди ушли. Поэтому, что тут еще делать? Поэтому, вот так обстоит дело с властью. Значит, Ленин до этого все прекрасно понимал и говорил, что это за Совет будет. Что это будет Совет Совета. Вот. Какую роль будут играть там рабочие, какие, какую роль крестьяне. Теперь, Конституция, основные параметры, уже была известна большевикам. Они знали, что будет. Кстати, вот этот руководитель этого учредительного собрания, СССР, Виктор Чернов, в 30-м, где-то в 30-х годах написал мемуары. Мемуары, но в виде теории называется «Конструктивный социализм». И он пишет, только большевики знали, что они будут делать на другой день после революции. Вот сам Чернов, никто его за язык не тянул. Только большевики знали, что они будут делать на другой день после революции. Почему? Революцию делают массы. А власть берут субъекты, разумные субъекты, имеющие сам. Кстати, на этом моменте разъясняю, что такое самость политическая. Вот этот лорд Кимонизов говорит, ну мы-то сами должны решить. Тогда как Ленин тут же выступление на съезде Совета говорит, съезд берет власть в свои руки. Он сам берет власть в свои руки. А в свои руки он берет свою власть, которую он создавал на протяжении всего почти значит 17-го года. Вы создаете свою власть? Собираетесь создавать? Михаил Васильевич объясняет, что власть Советов может создавать хоть сегодня. Никто не мешает вам создать Совет Санкт-Петербурга. Кто-нибудь мешает вам? Нет. Не мешает никто. И вы не пробовали. Вы попробуйте. Вот идет сейчас такая анархия, что если вот кто-то займется созданием власти, ему даже сопротивления не будет. И меня-то это очень грустно. Почему? Потому что революции делаются в революционной ситуации. А вот революционной ситуации на нашу совершенно на нашу совершенно жуткую жизнь нету. Жуткая она по-простому показателю, что в мирное время 30 лет вымирает население России. 30 лет подряд. С небольшим перерывом тут. Это кризис. Такой кризис испытывала только Франция после Парижской коммуны. Вот там вымирало население тоже лет 30 или 40 сейчас я уже не помню. В мирное время. В богатейшей стране. Кстати, именно только потому, что в богатейшей стране, потому что вот я живя в Вышнем Волочке, я вижу, что народ, он живет сам. Он получает пенсии там несчастную 10-15 тысяч. Но мужики луют рыбу. Женщины ходят за ягодами. Вместе они ходят за грибами. У них там огород почти у всех. Значит, они на самообеспечении живут. Патриархальный уклад, да. И это особенность России. В Германии, вот я ездил в 16-м году, там шага не шагнешь в сторону с дороги, тебя остановят и спросят, ты что тут делаешь? Рыбу тебе никто не даст половить. Кстати, у нас тоже уже сточаются законы рыбной ловли. У нас лови где хочешь и сколько хочешь. Есть кое-где надзор. А там хочешь на рыбалку, купи фишкарту, потом будешь ловить. Так что никто не мешает. У нас свободное общество. Пропагандируй, что хочешь, устраивай, что хочешь. Наоборот, мне кажется, никто не знает, что делать и даже начальство уже ждет кто-нибудь бы что-нибудь сделал бы, куда-нибудь что-нибудь сдвинул бы. И у молодой буржуазной России был же Совет рабочих Ленинграда. Был, да. Совет же? Никто не запрещал Даших, когда уж только-только для ловли периодов. Был Совет рабочих Ленинграда. Кстати, он много чего сделал тогда хорошего. Не напомните, когда и под какой соусом были ленинграды такие органы и методы контроля рабочего класса за партией и за хозяйственным руководством как под максимум и открытые партийные собрали. Под максимум я не помню, когда был отменен. Вот. А остальные, ну, оно как-то само по себе так заглохало, заглыхало, подзабывалось и забылось в конце концов. Не помню под максимум когда был отменен. Хотя это тоже такой вопрос, потому что у нас значит Ленин и Сталин на ранних этапах говорили о том, что значит руководство чиновники их зарплата не должна превышать средний уровень рабочего или рабочих средних квалификаций. Не, не, не выше средних. Поэтому были эти методы, но они потихоньку, потихоньку заглохали. Причем конечно они заглохали, правильно я выражаю? Заглохали, заглохали, заглохали. Вот в длительности заглохали, глохли, постепенно глохли. Почему? Потому что придут они, скажем, в министерство, в министерство там разные были министры и служащие. Где-то хорошо принимали, с этим считались и рабочие, и рабочие толковые выполняли, а где-то и рабочие попадется не очень толковые, и эти служащие с буржуазным душком начинают издеваться. Ваня, ты чего контролируешь? Молодец, хорошо, давай вон чайник сходи к чайку принеси и водички да скипяти. Вот он раз скипятит, да другой скипятит, да потом подметет, а потом поймет, что тут над ним издевается и он больше не приходит. То есть по-всякому было, но контроль был выпущен, в том числе и со стороны высшего руководства. Там же когда-то заведовал этим Иосиф Сталин, потом он припоручил это Орджоникидзе, а вот после Орджоникидзе я уже не помню, кто там этими делами всеми заведовал. То есть как-то оно заглохло. Тоже видимо в середине 30-х годов в связи с этими выборами. Да. Какие самые существенные отличия научного коммунизма от научного социализма? Но имеется ввиду учения? Учения есть только научного социализма. А научный коммунизм это специальное изобретение для того, чтобы вытеснить из сознания и из науки научный социализм. То есть это провокация. Я думал что это вот так по наивности по ошибке а теперь я понимаю что это сознательная провокация значит суслова сознательное деяние сознательный подлог. Там все осталось по научному социализму или что-то или вообще ничего не осталось? Ну что-то осталось конечно по форме да коммунизм да был коммунизм впереди теперь значит был коммунизм и впереди и мы жили в социализме как первые стадии коммунизма точно тоже в коммунизме а теперь мы стали жить неизвестно где а коммунизм будет впереди и вроде при социализме значит но коммунизм будет где-то впереди теперь государственная диктатура пролетариата значит раз оно перестало быть а чья диктатура тогда осуществляется если не диктатура пролетариата какой класс, тогда осуществляет диктатуру. Может, вообще наступила? Нет. Если диктатура не стала, наступила вообще и все хорошо? Значит, натереть поставить? Вот она не наступила. Если бы она наступила, была бы соответствующая работа и идеология. А как она должна была выглядеть? Нет, по Ленину два варианта. Не знаю. Как она может выглядеть? Хороший вопрос. У меня на него есть ответ. Что это вот проективное действие. Проективная деятельность. А она у нас была, ну, как бы, подзабыта. Ведь, скажем, утопические социалисты, их труды, это, как правило, как раз проекты. А у нас, у Маркса и Энгельса, Ленина, теория. А вот это проектирование, образ будущего или образ жизни ближайший, он как-то не очень разрабатывался. Так вы представляли себе что-то. Но вот конкретных таких разработок все-таки не было. А мне кажется, что вот они должны быть такого рода разработки. не представляли? Не представляю. Если мы уходим от государства, если мы должны получить что-то другое, как бы, ну, во-первых, представлять, что получить, во-вторых, представлять, какие шаги. Да, конечно. И как оно должно развиваться, чтобы это было, если люди. Надо. Но вот я говорю, эта проективная деятельность, она как-то немножко ушла в сторону. Исподнимая. А хрущевская, вот эта брежневская публика, она вообще про это забывать стала. А подспудно проводила политику конвергенции. То есть, лечить социализм капитализмом. Развивать социалистическую экономику рынком. А это все и есть конвергенция. Причем открыто стали выступать вот этот самый Сахаров. Написал целый проект конституции, который направлен на конвергенцию. А фактически Андропа уже проводит политику конвергенции. Так что они просто этим не занимались. Ну, когда конвергенция и привносится к капитализму то, что есть, это все равно, что сознаться, что допустили ошибку, давайте возвращаться. Так они не признают, что они допустили ошибку. Ну, социализм допустили ошибку, давайте потихоньку к капитализму. То есть, лечить капитализмом – это именно это. Ну, они так и начали действовать. Они свои выборы просто из этого увидели и начали это осуществлять. А народ бездействовал. Значит, получило развитие буржуазный вариант индивидуальной собственности. А именно, индивидуальная собственность при социализме, она фиксируется в потреблении. В потребительных стоимых продуктов потребления, в личном потреблении. Ну, и круги эти личное потребление свое они обеспечили. В том числе фонды общественного потребления. Это же чисто общинная коммунистическая форма. И мы получали мы. Я вот не получил. А, скажем, верхи они все получили по большой квартире, скажем, там 50 и 100 метров. А платили, как мы, за наши маленькие квартиры. Я уже сейчас не помню, сколько там стоили эти квадратные метры. Ну, рублей 10. Рублей 10. И они за большущую квартиру тоже там платили рублей 15. Теперь, образование. Оно тоже было коммунистическое, по общественной, как в общине мы жили. По потребностям нам давали, да? Болит у тебя два зуба, тебе два вырвет. Болит один, один вырвет. Если ничего не болит, все равно кариес подлечь. Образование, у тебя пять детей, пятеро им дадут высшее образование бесплатное. Один ребенок, одна, один получишь бесплатно. И много было таких форм. И даже вот если как-то не подсчитали, а надо бы подсчитать как-то собраться. То есть, возможно, что до двух третей вот этой индивидуальной собственности мы получали в общественной форме. Вот если учесть жилье, образование, медицину, отдых, еще там какие-то вещи. Спортив. Спортивные организации. Вот мы приходили, пацаны, в клуб, в футбольную секцию. Нам там выдали трусы, майки, бутсы. Я уж не говорю про мячи. Тренера бесплатно с нами занимался. Это все общественное потребление. Это все община. Но это не было должным образом осмысленно и не пропагандировалось должным образом. Почему? Потому что это вот, это я уже жил после переворота 61-го года. Уже другая пошла идеология. Уже другая пошла политика. Причем в первые годы-то это было незаметно. Это было заметно только вот в 62-м году расстреляли рабочую демонстрацию. Зачем было расстреливать демонстрацию? Там какие-то страшилки, что ли, были? Оружие. Если кто-то с оружием, его можно и пристрелить, конечно, на месте. Ну, вроде бы, они там захватили кто-то склад с оружием. Никого там, ничего. Там были, значит, бандюганы всякие. Но я говорю, с ними индивидуальные должны быть расчеты. Ну, и там, конечно, там сыграла злую шутку сама эта ситуация. Когда была команда выстрелить вверх, они, солдаты, выстрелили вверх. Но вверху были деревья, на которых сидели дети. И после выстрела некоторые детки, значит, скатились на землю. И это, конечно, взорвало толпу, как всегда. Кровь взрывает человеческую толпу. Но это был яркий показатель, что эта власть уже, значит, не рабочего класса. И я думаю, даже это специально показали, продемонстрировали. Это своего рода террор в государстве. И это сделал Мерзавец Хрущев и его ближайший подручный Микоянов. С их позволения. Я еще многократно повторил. Да. Так что много-много было и вот этого коммунистического, которое по инерции еще продолжалось. И много буржуазного. А главное, что вот идеологический переворот, он был осуществлен тут с 58-го по 61-й год. И Конституция в 62-м году... Нет, еще раньше Конституцию поручил Хрущев разработать новую Конституцию. В 62-м году она была готова или 63-м. Но что-то там не получилось, что-то там не вышло. Отложили, а потом Хрущева сняли. И вопрос с Конституцией как-то отошел на второй план. Вернулись к нему только в 77-м. Кстати, я нашел, кто председатель Конституционной комиссии. Этой последней. Нет, нет, там не председателем был Брежнев. А руководитель рабочей группы, вот как это называлось. Обалдеть кто? Александр Николаевич Яковлев. Еще тогда. А руководил, значит, подручный Андропова и помощник Суслова, товарищ Пономарев. Пономарева вы не знаете? Кто не знает Пономарев, кто был такой? Ну, кто такой. Вот была история КПСС первого издания 59-го года. И до конца Советского Союза было 7 изданий, все он редактировал. Значит, такой самый ярый антисталинист. И теперь я понимаю, один из самых таких вот провокаторов и, может быть, тайных врагов советской власти. На самом верху заведующий отделом внешних сношений в ЦК КПС. И он одно время был руководителем этой комиссии. И он же был, значит, одним из руководителей выработки программы партии 61-го года. То есть на таком посту стоял, ну, закоренелый антикоммунист, антисталинист. Их не случайно племя живут сейчас. Значит, инагент живет в Америке, был украинским, получил и украинское гражданство, слинял отсюда и жил в Америке. Ярый антисоветчик и, наверное, русофоб. Той антисоветчик, антипутинист. Анти... ну, русофоб, конечно, да. По дворю, да. Если антипутинист, значит, точно русофоб. Да, да. Не вспомните на вскидку, вот, в Конституции 1977-го года, помимо закрепления руководящей роль партии, какие еще были реакционные статьи? Ну, самые основные какие-то пункты. Вот там... Вот я ссылку делаю вот в этой статье. Там в одном месте, в трех предложениях, в соседних, все вот эти сконцентрированные вещи. Общенародные государства, значит, развитое социалистическое общество и партия во главе. Вот прям три предложения, вот они вместе сказали. КПРФ? Да. Нет, КПСС. А сейчас КПРФ-то все. У них программы, я не знаю, но вряд ли, вряд ли, что у них это есть. Это что-то вроде диктатура на рабочем классе. У них, значит, несколько лет назад с нами связался московский профессор Ковалев Аристарт Алексеевич. Он приезжал на РКР тоже лет 6-7 назад. И он, значит, воспринял нашу критику, что, мол, КПРФ до сих пор не признает диктатуру пролетариата как одну из основополагающих идей марксизма. Он провел работу с руководством КПРФ, и КПРФ на одном из пленумов записало у себя, значит, диктатуру пролетариата является, значит, основанием социалистического государства. Теперь, столетие СССР отмечалось в Таврическом дворце 20 декабря прошлого года. Я был на этой конференции, тоже выступал. И там выступал Юрий Павлович Белов, это один из основателей и руководителей КПРФ. И у него был доклад о диктатуре пролетариата, и он вот объяснял, что вот была диктатура пролетариата до 91-го года, а теперь, значит, вот ее устранили. Мы уже давно объяснили, а мы с этим Беловым спорили в 89-м или в 90-м году в Смоленском райкоме партии была дискуссия о диктатуре пролетариата. Мы с Михаилом Васильевичем выступали в том смысле, что диктатура пролетариата, значит, это основание социалистического государства, что она должна быть до построения полного коммунизма, и что, мол, отход был ошибкой. А Юрий Павлович, значит, нет, построено общенародное государство, теперь у нас все равны, вот, это новый тип государства там и так далее и тому подобное. Вот теперь, на старости лет ему уже тут под 90-то, наверное, вот он наконец дошел до диктатуры пролетариата и говорит… Но мы-то уже объяснили, что уже оно и отошло от диктатуры пролетариата. В 61-м году был совершен 16 уплений и преступлений, а он все продолжает, значит, талдеть, что Ельцин и Горбачев осуществляли диктатуру пролетариата по его получению. Это ложь, ничего они не осуществляли, они матерые антикоммунисты. Причем Горбачев и признался, что он там боролся с коммунизмом. Причем, наверное, это правда, в 56-57-х годах, когда он учился на юридическом факультете МГУ, ему, видимо, подселили чешского молодого Сденека Млыноржа. У этого Сденека Млыноржа папа был одним из руководителей Чехословакской компартии и потом слинял в Англию. И я так понимаю, что, а, а Горбачев дружил с этим Сденеком до смерти этого Сденека в 97-м году. А Сденек Млынорж – это, значит, организатор чешской весны в 68-м году, чешской контрреволюции 68-го года. Вон где смысл. – Дополнительное влияние. – Дополнительное влияние. Я думаю, что это вот не случайно они там оказались в общежитии в одной комнате. И он вот там обрабатывал этого сельского лаптя. Лапоть он. – Ну, вот воспоминаниям в 42-м году, когда немец там в старинных селях во всю старался усмужить из Сденекса. Ну, это он маленький был. Чего с него взять? Это можно извинить. Все? Ну что, все вопросы? Да? Так, остальные в частном порядке. Спасибо, дорогие товарищи. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.